друзья привет сегодня на обзоре два девайса точнее сделаю один маленький обзор на девайс слева а потом маленький обзор на девайс справа а потом мы будем уже тестировать их на яблоках друзья это замечательное устройство от компании rectify я вам показывал что у меня очень много оборудования последнее оборудование покупают только у rectify потому что ну что меня она устраивает мне она очень нравится и вот наступил такой момент когда у меня появилась дробилка и пресс от компании rectify на самом деле это новинка новинка этого года и увидите что плохая погода уже глубокая озень ночью заморозки и мы с вами так сказать впрыгнули в последний вагон мои уважаемые соседи валя с юра огромное спасибо отдали мне несколько ящиков яблок и мы их будем перерабатывать на кальвадос на яблочное вино потом позже покажу что у нас получится по непосредственно девайсом давайте остановимся на дробилке точные характеристики друзья я вам практически не скажу потому что я их не знаю это новинки и по моему даже еще на сайте rectify нет я вам оставлю ссылочку непосредственно на общий сайт компания там дальше узнавайте уточняйте и по цене и по характеристикам но мы сможем с вами проверить на практике как какая производительность у этой дробил как она работает это будет соответственно следующих роликах дробилка для яблок для чего нужна для дробилка для яблок мы понимаем что яблоко это очень твердая субстанция и для того чтобы извлечь оттуда сок которым потом можем сбродить или сделать оттуда из него яблочное вино сидор сок все что угодно лимонад нам нужно яблоко вскрыть вскрыть его и сделать из него кашу это первый шаг превращения яблока в сок далее эту кашу мы помещаем в пресс и соответственно в прессе мы кашу отжимаем отделяя жмык от сока в принципе все просто но на самом деле если у вас нет оборудования это нифига не просто вы видели прошлые годы я применял различные устройства например там соковыжималку нептун неплохой девайс неплохое устройство но много по нему минусов я об этом говорил в роликах по нептуну мы же с вами переходим на тот уровень когда нам нужно получить много сока для того чтобы сделать правильный вкусный напиток под названием кальвадос вы наверное знаете что для того чтобы получить крепкий алкоголь напиток нам надо сделать очень много сока вина и потом это вино перегнать кирилл сказал мне что две с половиной тонны яблок надо переработать для того чтобы поставить 50 литровую дубовую бочку кальвадоса вы понимаете какие это объемы если у вас нету нормального производительного оборудования сделать это невозможно на соковыжималках даже на нептуне это все очень тоскливо прошлый год и позапрошлый по моему я применял дробилку так называемая сатана это самодельная дробилка на основе узла василия василию огромный привет и действительно очень замечательная вещь вот это вот дробилка сатана но конечно это все равно ну самоделки скажем так агрегат работает просто действительно как зверь тут же дробилка профессионального промышленного уровня и вы в этом убедитесь когда мы начнем на ней работать в наше время когда сахар стоит больших денег зерно тоже в общем то не дешевая получить домашний напиток из практически бесплатных яблок это замечательно ну во первых кальвадос он сам по себе великолепный напиток не буду его расхваливать я думаю те кто пробовал кальвадос это подтвердят особенно если кальвадос сделан собственными руками это вообще замечательно да и в магазине если настоящий кальвадос покупать вы отдадите за нее очень большие деньги прям огромные огромные ну я не буду говорить о всяких подделках и псевдо кальвадосов псевдо бренде которые можно купить в наших сетевых магазинах их пить нельзя это вредно для организма настоящий кальвадос он ничем не хуже того же коньяка многие даже любят кальвадос больше чем коньяк это замечательно возвращаемся по поводу бесплатных яблок я живу в деревне и у меня у соседей там 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 постоянно каждую осень ну через год у кого-то у кого каждый год завал яблок и груш людям некуда их девать с большой яблони можно получить там 10 тачек яблок и людям просто некуда девать те кто не занимается приготовлением домашних напитков ну сделали они там сок себе там закатали там 10 15 20 литров сока а потом девать яблоки некуда ну только если скормить поросятам но поросят они у всех есть поэтому яблок очень много яблоки люди вывозят выкидывают на помойке в компостные ямы и и это очень печально потому что из этих яблок можно получить хороший вкусный как мы говорили благородный кальвадос ну не говоря уже о вине хотя последнее время вино яблочное я не очень люблю я предпочитаю делать из вина дистиллята яблочного и черноплодные сока черноплодные рябины я делаю вкусный портвейн тоже в дубовую бочку и держу получается великолепный напиток а яблочное вино последнее время что-то мне не особо идет видимо старый стал хочется уже настоящего виноградного но виноград нас не растет а яблок очень много яблок много не только у нас яблок много по всей стране не только в нашей стране и зачастую люди действительно не знают что с ними делать для того чтобы перерабатывать большое количество яблок нужно промышленное профессиональное оборудование вот именно такое мы и будем тестировать это оборудование будет вам служить всю вашу жизнь потому что толстая нержавеющая сталь потому что это сделано мастерами в нашей стране это делаются на санкт-петербурге я неоднократно бывал на производстве rectify у ребят действительно все на самом высоком уровне